Добрый день, друзья! В это время вышел на экраны кинотеатров фильм о мастере и Маргарите по роману Булгакова. И мне сказали, что фильм снят прекрасно, работа художника очень хорошая, яркие тона, не как у некоторых товарищей раньше была, которая постановка всегда отличалась какой-то мрачностью, когда не знаешь, что показать, то идет серый тон, черным перебивается и коричневыми тонами улучшается. Говорят, хорошая постановка, я пока ее не смотрел, этот фильм посмотрю обязательно, но я уже спросил у тех, кто видел эту картину, каким образом представлен там в ней Воланд, каким образом представлена Маргарита, каким образом все это представлено в этой картине, и мне ответили определенные характеристики, из которых я понял, что автор постановки, режиссер постановки, тот, кто писал сценарий для этой постановки, для этого фильма, снова в очередной раз не поняли, о чем этот фильм. Я вам уже ставил свои прежние расшифровки, что ли, скажем, этой концепции, но может быть это было уже давно, кто-то посмотрел из вас, кто-то не посмотрел. Я предлагаю вам освежить свое ощущение того романа, и я хочу вам рассказать его небольшую предысторию, постисторию и реальное наполнение персонажей этого романа, я вам хочу тоже донести в данном своем фильме. Итак, роман «Мастер и Маргарита» написан Булгаковым. Булгаков – это тюркское происхождение автор, к русскому народу он, естественно, отношения никакого не имеет, потому что у него другой менталитет, другая культура, другая, ну скажем так, свобода мысли, он по-другому смотрит на мир, и это его родное мировосприятие, которое он, естественно, впитал с рождением, с молоком матери, и это его правда, его истина, которой он познал мир, на которой он смотрел на мир, и результаты которой этой истины, этого познания мира он привнес в свое произведение. На этих результатах было построено произведение «Мастер и Маргарита», которое многие из вас, надеюсь, читали, кто-то не читал, кто-то не смог его осилить, кому-то понравилось оно, я, например, три раза читал, это мое одно из любимых произведений, несмотря на то, что в наше время оно не сильно понято теми, кто пытается его экранизировать. Итак, булгак буквально переводится как «кочевник», это тюркское название, тюркское обозначение, бывает перевод попроще, скажем так, как лентяй там или какой-то шатающийся, ну такое грубое, а бывает посложнее перевод, как, например, быстро перемещающийся, но смысл этого перевода все равно «кочевник», человек, который перемещается в пространстве свободно, активно и без каких-либо привязанностей, ну, например, к земледелию, к каким-то другим вещам таким оседлым, к домам, к каким-то городам, то есть это человек, который характеризуется свободой духа, свободой мировосприятия, свободой изложения мысли, вот в том, в том, в кочевом смысле этого обозначения. Поэтому и в романе «Мастер и Маргарита» Булгаков и написал такие свободные мысли по поводу на тот момент, 30-е годы XX века, очень важной проблемы. Итак, я излагаю вам только свою мысль, я не ссылаюсь ни на кого и не ищу каких-то подтверждений в данном своем рассуждении, это мое заключение по поводу прочтения этого романа. Я вам еще раз скажу, что это одна из любимых моих книг, была в юности, я давно уже ее не читал, но я тогда, но тогда, в те годы, я прочел три раза и, как мне показалось, многое из нее понял. Сейчас, конечно, пришло переосмысливание, более глубокое понимание, еще раз говорю, которое я вам сейчас и повествую. Во-первых, контекст исторический. Первый вариант романа «Мастер и Маргарита» Булгаков написал к 30-му году XX века. И почему-то его сжег, этот первый вариант. Я не знаю, по каким параметрам он его сжигал, но эта версия, я думаю, что она сказочная. Это, в принципе, то же самое, что сожгли Жану Д'Арк, сожгли Москву французы, ну и так далее. Все, что надо было, купину неопалимую, и ту сожгли в религии. То есть это священный огонь, который придает определенное значение произведению. И вот это значение дальше было и подтверждено. Я вам уже говорил в своей выкладке. Они говорят о том, что в 34-м году, в 34-м году XX века, был распят тот самый Христос Иисус, который в то время олицетворял Солнце. Рожден был Иисус Христос Солнце в 1900 году, и 1905 год, через пять лет после его рождения, этот год был признан, и сегодня он официально значится. Можете посмотреть в энциклопедиях. Это все энциклопедические знания, то есть доступные каждому. 1905 год – это год чудес. Чудо – это религиозный термин, когда рождается Бог или появляется его проявление. Вот в данном случае было рождение Бога. Рождество Христово – это 1900 год. Но в принципе, в принципе, эта дата всегда подтверждается во всех исследованиях истории, кроме религиозных, естественно, потому что религия отправляет рождение Христа на две тысячи лет в глубину, хотя сам факт его рождения не отрицается как человека, как какого-то явления, чудесного явления, но просто относится дата в древние какие-то слои, в более древние слои. И я не вижу больших противоречий в том, что Христос мог родиться как в 1900 году, так и в нулевом году нашей эры. Принципиальным здесь является момент того, что вообще родился Христос, а Христос – это Солнце. Я вам уже тысячу раз говорил. И религия, которая сегодня исповедуется, она построена на Григорианском календаре. Григорианский календарь, как вы знаете, со школы еще – это солнечный календарь. В России солнечный календарь был введен в 1918 году по итогам революции 1917 года, которая и была устроена для того, чтобы ввести Солнце в основу календаря и сделать нашу страну тоже основанной на солнечном календарном цикле. Поэтому Солнце Христос и является Богом, Христом, Солнцем, Богом календаря. Смысл календарных вещей я вам уже много раз докладывал, но в основу сегодня их ложится то, что на календарной основе высчитываются различные кредиты, финансовые сделки и все такое общее, общее для всей межгосударственной торговли, ну и внутригосударственной тоже. Так вот, Иисус Христос Солнце в стадии Солнца родился в 1900 году, и когда Булгаков описывал вот этот момент в своем романе, он описывал смену формаций, которая состоялась в то время, он описывал недавние события, для него они прошли всего лишь 8-10 лет тому назад, то есть он был свидетелем гражданской войны, в которой уничтожали новые люди, уничтожали старых людей. Старые люди это были исконно русские люди, которые воспитывали себя не на григорианском календаре и ставили это государство совершенно на другой основе. Основой были русские сказки. Я вам уже об этом тоже много раз говорил. Кому просто интересные пояснения, можете посмотреть мои предыдущие фильмы или почитать мои книги, в которых я это постоянно разжевываю, так, чтобы это было понятно каждому читателю и зрителю. Так вот, гражданская война, состоявшаяся в России в 20-х годах 20-го века, она и была направлена на то, чтобы новые религиозные воины, которые сделали в России революцию 1917 года, которые перевели Россию на солнечный календарь, они вырезали, буквально устраивали геноцид русского и других народов населения в России с той целью, чтобы установить здесь религиозное воззрение, но не в смысле религиозного государства, где все поклоняются и только больше ничем не занимаются, а в смысле перевести на новый лад устрои, целиковые устрои всего государства. Я, кстати, вам напомню и отмечу, что переход на Григорианский солнечный календарь происходит до сих пор. Если я правильно помню, то Китай переведен был на Григорианский календарь только в 1949 году. Представляете, когда? Греция была примерно в то же время переведена, а вот, допустим, Саудовская Аравия была переведена на солнечный календарь только в 2020 году. Это совсем недавно, как вы понимаете, но вы все это можете проверить, посмотрев соответствующие энциклопедические статьи, где давно все это представлено в виде данных, которые являются общепринятыми. Так вот, в России в глазах Булгакова происходила смена формаций. Новые люди, пришедшие сюда на Русь из-за черты оседлости, которые несли с собой религию своего народа, своих народов, устроили в России вот этот самый гражданско-военный геноцид, что и наблюдал тот самый Булгаков. И он, естественно, как все нормальные люди, он пытался понять, что происходит. И это было совершенно непонятно, потому что новые люди, которые пришли, они не докладывали старому населению, что они делают, с какой целью и на какой основе. Простые русские люди, которые трудились на земле, были крестьянами, пахарями и тому подобными, так скажем, населяющими ее человеками, они просто жили до этого, и вдруг приходят какие-то чужие совершенно люди, и по облику, и по менталитету, и по мировоззрению, и эти люди начинают их просто убивать. Мой дед, кстати, прадед, он тоже попал под эти жернова, и, естественно, вот эти доносители попался всего лишь один, один вот этот человечек из-за черты оседлости, который приехал в нашу деревню, и он попересажал половину деревень вокруг по своему этому доносу. И попал по этим доносам, конечно же, и мой прадед, который тоже был в числе осужденных по доносу, правда, его выпустили, когда вот эти доносители не смогли уберечь деревенские стада коров и лошадей, они просто не могли ничего делать, кроме как молиться, молиться и молиться, и поголовье начало просто уничтожаться. Пришлось выпускать в том числе и моего прадеда, который стал опять ухаживать за этими лошадьми и коровами, за скотом, и скот опять начал нарождаться, начал опять давать приплод, и новая красная власть опять начала получать с этих территорий, которые она завоевала, свой доход. Ну вот так вот было в моей семье. Моя семья всегда жила под Тулой, в районе Тулы, 15-20 километров от этого города, поэтому это центр России, это не где-то там, где могли происходить какие-то другие события. У нас происходили те события, которые происходили во всем центре России. Так вот, когда Михаил Булгаков смотрел за этими процессами, когда он своими глазами наблюдал гражданскую войну, когда он видел, как в старой России, которая была тысячелетиями устроена определенным сказочным образом, где все люди были родственниками друг друга в той или иной степени. В той или иной степени вы, наверное, знаете, что сейчас многие родственники разъехались по разным городам России, но они остаются родственниками. Тогда была немного другая ситуация. Более близко к друг другу родственники жили одним кустом, и от этого куста уходили волны в различные территории, где были тоже родственники, но чуть более дальних колен. Вся Россия была в те годы вот именно так заселена. И когда пришли существа из-за черты оседлости, они принесли сюда, во-первых, чужой род, чужой род, свои 12 колен, и самое главное, что они принесли другую генетику. Это как бы, ну не то, что мелочи, это вторичные, а то, что они принесли свой менталитет и свой жизненный уклад на наши территории. Это были захватчики в прямом смысле. В прямом смысле были захватчики, как теперь это выяснилось. И Булгаков все это видел. Он наблюдал, он был участником, точнее, зрителем, созерцателем этих событий. И он не мог понять, что происходит. Вы просто представьте, что тогда в гражданскую войну, что творилось на его глазах. А раз он писатель, раз он писатель, то его сердце переполняло боль за тех людей, которых он видел, как их уничтожают, и ненависть, наверное, за тех людей, которых он видел, как уничтожителями первой части населения. Естественно, он пытался осознать. Я думаю, что каждый бы из вас пытался понять бы в те годы, что именно происходит. Причем, если за 20 век уже прошло много войн, и, скажем так, человеческое население путем коммуникаций международных, в том числе и различных телевизионных, может быть, радио, книг, мы как-то, ну скажем так, привыкли к явлению войны, то тогда, в гражданские времена, во времена гражданской войны, это все было вновя, что называется. Особенно в деревнях. В деревнях люди жили всегда мирно. Там даже домов никто не запирал. Я вот помню, даже в 70-е, 80-е годы я приезжал в деревню. Один дом был всегда открыт. Всегда открыт. Даже не было замка. Не было. И, представляете, вот моя бабушка, мой дедушка уходили утром часов в 5-4 на Синокос, приходились оттуда вечером, приходили оттуда вечером, ну, допустим, там в 5-6 вечера, и 12 вот этих часов дом был открыт со всем своим имуществом, ну, естественно, с деньгами и со всеми документами. И в деревнях никто, никаких чужих людей не было, никто ничего не охранял. Все сохранялось тем, что жили вокруг в этих деревнях и окружных только родственники. Друг у друга никто ничего не крал. И этого, в принципе, не было в менталитете русского человека и в менталитете других народов, которые жили другими деревнями на этих же территориях или вместе в деревнях на этих же территориях. Никто ни у кого не крал. И вдруг пришло это время послереволюционное, когда большое количество международных воров пришло на нашу территорию за черты оседлости. Это были преступники, преступники, это нужно понимать. Они не только крали, они убивали всех и доносительством занимались, как вот было в случае и с моей в том числе семьей. Понимаете, что это было? Приезжал один из за черты оседлости в деревню и начинал просто уничтожать, геноцидить все население, донося, уничтожая вживую. Или как вот Хрущев в свое время возглавлял расстрельную тройку, когда они приходили куда-то, выявляли какого-то нарушителя и тут же его расстреливали его бойцы, он только давал команду. Как бы считается, что Хрущев свои руки кровью не запитал, потому что он сам якобы не стрелял, он только давал команду своим трем бойцам на расстрел, то есть пли, и они убивали человека. Убили несколько сотен, а может быть и тысяч. Разная статистика есть и в том числе по Хрущеву. Так вот еще раз, Булгаков в те годы, он наблюдал это своими глазами, был погружен в эту ситуацию, и она его, естественно, до глубины души тронула. Как он относился к этой ситуации? Мы можем судить об этом из его пьесы «Собачье сердце». Этот фильм мы смотрели, вы прекрасно знаете его, он высмеивал то, что принесла сюда революция, тот геноцид, то устройство нового мира, которые сделали те самые новые люди, которые пришли из-за черты оседлости. И которых так хорошо показали актеры, сыгравшие именно в этом фильме, актеры тоже из-за черты оседлости, они знали, что они демонстрируют, что показывают. Так вот, тогда встала перед Булгаковым проблема, как смириться со своей совестью, как показать все это, как показать все это. Он, естественно, допустим, написал первую версию этого романа, допустим, он был вынужден ее сжечь, потому что это были 30-е годы, это были репрессии, это было доносительство, и те, кто победил вот в этой гражданской войне, они, естественно, охотились в том числе и за такими писателями, как он. Может быть, поэтому он изжег свой этот роман в первой его версии. А вот дальше произошли очень чудесные моменты. Появилась какая-то новая сила в окружении Булгакова, и она ему буквально сказала, что если ты хочешь стать этим самым писателем, признанным во веки веков, ты должен определиться, либо ты с победителями, либо ты с победителями, либо ты с проигравшими. Если ты с проигравшими, то тебя так и забудут, потому что победители побежденных не чтут и не хотят их показывать никакому миру. Это происходит и в наше время, когда писатель занимается русской литературой, то это буквально путь, пока путь в небытие, потому что другие народы, которые пришли на нашу родину, они не дают возможности быть известным такому писателю или такому деятелю искусств, и даже не дают никаких, я условно так широко, ни заказов, никаких постановок, ничего. Если Булгаков в то время хотел быть известным и успешным, и вообще хотел выжить, получая какие-то гонорары от своих произведений, то ему нужно было писать только за победителей, то есть за тех, кто пришел из-за черты оседлости. И когда они ему это объяснили, возможным его голодом, по-моему, он в то время как раз, скажем так, голодал, если они ему это объяснили именно голодом, что просто ничего у него не покупали и запрещали покупать, то я думаю, что второй вариант романа «Мастер и Маргарита», который дошел уже до нас, был сделан автором для того, чтобы показать свою лояльность тем, кто пришел из-за черты оседлости. И лояльность эта была в том, чтобы показать ту культуру, которую привнесло новое население в виде своего Иисуса Христа, который стал солнцем и для России, для новой, и которая, это солнце, революция ввела в новый революционный календарь. Вот в чем была фишка нового появления варианта «Мастер и Маргарита», который дошел до нас. Поэтому во втором варианте «Мастера и Маргариты» он и вписал Булгаков того самого Христа, который под именем Иешуа, то есть под семитским именем представлен в этом романе, и о котором очень много рассказано, ну как бы исторического повествования. Почему историческое повествование? Объясняю. Потому что этот персонаж, которого мы знаем как солнце Иисус Христос, он был введен в древность фальсификаторами исторических событий. История как наука, как описание, описание появилось только в конце 19 века, и только в 20 веке начали появляться все эти так называемые источники о древности того или иного события, в том числе и о тех фактах, которые касаются Иисуса Христа. Можете посмотреть, это все давно известно. А в конце 19 века, кстати, начали появляться русские летописи, которые повествуют не о русском народе, а о варианте будущей русской истории, которую они сделали из себя, из русских этих летописей, уже в 20 веке. И этот вариант истории русского народа, он был сформирован для того, чтобы основать эту древнюю фазу русской истории вот на тех самых, скажем так, князьях, которые были последователями того самого Иисуса Христа Солнца, как бы родившегося 2000 лет тому назад, от нынешнего дня. Это вот такая вся концепция. Поэтому Иисус Христос Солнца был показан автором для того, в романе «Мастер и Маргарита», чтобы показать, какая вообще сила пришла и сносила все здесь, на Руси, на его глазах в гражданскую войну и в революционные годы. Вы еще раз поймите, революция состоялась в 1917 году, гражданская – 20-й год, 22-й, 23-й, роман вышел – 30-й год. Представляете, на все ушло у него примерно 13 лет созерцания начала переворота 1917 года и последствий этого госпереворота. Он это видел все своими глазами. Чтобы было вам понятно, соотносимость вот этих промежутков временных, сегодня 24-й год. И представьте, мы с вами просто помним события, которые произошли в 11-м году, 13 лет тому назад. Согласитесь, 11-й год – это не так далеко. Это все, как говорится, происходило на нашей памяти. Мы с вами помним, что там происходило. Мы были участниками этих событий. Мы с вами переживали эти события. Причем это были не самые сложные годы для России. Были еще и 90-е годы, которые мы тоже переживали, которые нас больше, сильнее задели. Потому что мы тогда теряли нашу родину. Опять же, за счет тех людей, которые из Ельского института. Ельский, кстати, переводится, но не буду далеко углубляться, и разъяснять, как институт, ну, условно говоря, Николая II, то есть Санта-Клауса, то есть Деда Мороза. Условно. И это было при внесении на нашу территорию опять эпохи зла. Вот что было в 90-х годах. И люди были опять оттуда, из Америки, из Англии, из Европы сюда заброшены. Об этом говорил и президент России не так давно. Об этом знали и мы всегда. Вот это происходило в наши годы. То же самое, что происходило и в революцию 1917 года, когда немцы забросили к нам сюда какого-то Ленина. Он тоже переводится Ульянов. Это то же самое слово, как и Ельский, только с разными, скажем так, озвучаниями. Ульянов – это Ельский, условно, но только на тюркском языке Ул. А на североевропейских языках Ул читается как Ель или Юл. Юлианский календарь. Ну и так далее. Вторая часть, вторая часть повествования Михаила Булгакова в «Мастера и Маргарите» относится к старому мировоззрению, к сказочному. И когда нам сегодня говорят, что мастер – это писатель, это с одной стороны все правильно, это тот созерцатель, который был погружен вот в эти события гражданской войны и революции, то есть в нем Михаил Булгаков не то что видел себя, он демонстрировал себя, что он видит все это. С одной стороны, он видел всю эту несусветную гадовщину, которая получилась в Москве в результате нашествия всех этих безродных людей, которые пришли сюда из-за черты оседлости, и он высмеивает эту чиновническую суть вот нового населения, той самой старой нашей России. Это с одной стороны. Поэтому он всех этих чиновников просто, вы знаете, корежит, как хочет, и что хочет с ними делает, и отправляет там на другой город, на тот свет, еще куда-то, и головы отрезает, и отрывает. Это он все показывает свое негодование в отношении всех этих товарищей, которые пришли из-за черты оседлости в нашу с вами родину. С другой стороны, он показывает в этом романе основу, на которую они пришли. Это повествование о древних событиях, связанных с Христом. И он показывает об Иешуе эти повествования, которые относятся как бы к очень-очень-очень старому времени, когда еще была Римская империя, а Римская империя древности – это нынешнее время, это Германия, откуда пришел тот самый Ленин. И в образе Иешуы, конечно же, Михаил Булгаков туда зашифровал в него в глубину как раз того самого Ленина, который и был им в отношении вот именно этого времени, религиозно-революционно-гражданско-военного времени, скажем, вот такими терминами. А вот самая третья, самая третья часть, которая касается Воланда, Гелы и Маргариты, вот здесь проблема заключается гораздо более серьезной. Те товарищи, которые пришли на нашу с вами территорию из-за черты оседлости в начале 20 века, которые сегодня демонстрируют этот фильм, произведение Михаила Булгакова и ленту, которая построена на нем и демонстрирует этот фильм, они показывают навсегда Воланда и всех его, так скажем, участников свиты, так называемой, они показывают как дьявола и дьявольщину. Это типичное, типичное положение вот той религиозной кампании, которая пришла на нашу территорию. Кем же на самом деле является Воланд? Воланд – это буквальное имя Велеса. Велес – это древний русский бог, скажем так, хотя на Руси не было богов, ну, назовем, чтобы понимать друг друга, назовем его божеством, я думаю, что он не сильно обижается на эти термины, поскольку необходимо друг друга понимать. Так вот, Велес – это общенародный, общерусский и даже шире общеземной бог, потому что даже сегодня есть страна, посвященная ему, и названная его именем – это Уэльс, с которой пишется буквально Велес, можете посмотреть, вы удивитесь, если кто не знает. Так вот, Велес – это бог того времени, которое было до предшествия Христа. Он совершенно не дьявол, он совершенно не зло, он, наоборот, добрый и добро, то, которое стояло в основе древнего календаря, календарных представлений, и на основе чего наша с вами цивилизация строилась многие века, многие, может быть, для кого-то и тысячелетия. Это был первый и единственный бог, он обозначает время, он чисто математическая величина, он никакой не мужик и никакой не зверь, он просто чисто математическая величина, которая была рождена в сознании людей, когда люди познали, что такое время. И когда люди познали, что такое время, когда они начали его понимать, это не часы, а само течение времени, что у людей появилось время в голове, вот у животных, например, нет этого понимания, как я так думаю, поэтому они не понимают, что такое быть живым и что такое умереть. Хотя некоторые, конечно же, боятся животные, и, может быть, это и есть проявление этого понимания. Вот люди, когда начали это осознавать, они осознали себя живыми, поэтому Велес буквально дал людям жизнь, буквально дал людям жизнь. А когда он отнимает у человека понимание времени как такового события, в которое существует данный человек, то для этого человека время становится несущественной характеристикой, потому что человек понимает, он просто понимает, что он не живой. Он не живой, он не живет. Он как-то существует, но вне времени, и время для него не является определяющей характеристикой. Что касается Гелы, что касается Гелы, то на Руси она обозначала бабу-ягу, бабу-ягу, только не ту, которую рисовала, опять же, пришедшая из-за черты оседлости то самое религиозное сообщество, когда они ее рисовали какой-то старухой и тому подобное. В русских народных сказках земля, баба-яга, она всегда олицетворением является самой красоты, и это самая красивая женщина в мире. Поэтому Гела и показана, во-первых, рыжей волосой, потому что все образы еги всегда златовласки, это всегда было известно, она является в какой-то степени матерью солнца, Верес является, Воланд является отцом этого солнца, и в части вот состыковывания тех повествований, что с одной стороны идет линия Воланда и Гелы, с одной стороны, а с другой стороны идет повествование Иешуы, в те времена вот этим повествованием Михаил Булгаков хотел еще и показать, и он показал то, что у родителей, у Воланда и у Гелы появился вот этот самый Иешуа, Иисус Христос по имени солнца. Вот что было зашифровано в этом романе. А Маргарита, Маргарита, это обозначение того самого нулевого меридиана, который обозначает устройство Земли, но только не как таковую, знаете, концепцию, что вот разделили Землю пополам, нет. Просто раньше, во времена Гелы и во времена Воланды, то есть Велеса и Еги, в эти времена всегда стоял на Земле пуп Земли. Пуп Земли – это место центра Земли, это та самая пуповина, которая связывала Землю, как рождающую людей, со всем ее населением. В Москве место рождения русского народа – это Красная площадь, она поэтому так и названа. И там есть пуп Земли, такой кольцеобразный моментик такой, построенный, ну не знаю, в виде такой плоски, плоски, куда можно зайти, где можно посмотреть на округу, он прям, этот объект находится посредине Красной площади. И рядом с ним храм Велеса, ну который, конечно, сегодня переназван как Василия Блаженного, но все, кто занимается этими эпохами, знают, что Василий – это переиначенное из-за черты оседлости имя Велеса. Так что все эти памятники еще остаются, их можно осознать. И вот этот пуп Земли, пуп Земли, который на Красной площади, он и символизирует то самое явление, которое обозначает, что у Велеса у храма Василия Блаженного и Еги Красной площади, вот через этот пуп мира родилось солнце Христос. И после того, как Христос развился, родился и развился, потребовалась определенная часть его перемены мира, его воздействия на мир. И вот это новое воздействие пришло с осознанием Декартовой системы координат. Если во времена Велеса и Еги, то есть Воланда и Гелы, происходило использование полярной системы координат, когда вектор вращался вокруг пупа мира, центра мира, то Христос с собой принес то самое явление, которое называется нулевым меридианом. То есть это щель, которая разрезает пополам нашу землю. Это кесарево сечение, если говорить таким уж родовым языком. Ну а кесарь, кайзер – это одно из проявлений управления этим миром. То же самое немецкая кайзеровская Германия, вы, наверное, слышали такой термин. Это как раз немецкая. И вот самое главное теперь заключается вот в этом рубеже, который называется на английском языке словом «Рим». Вы, наверное, видели в фильм «Тихоокеанский рубеж». Он на английском языке имеет название «Пасифик Рим». Рим – это трещина. На других языках она обозначается словом «Маргарита». Поэтому Рита, Маргарита – это трещина в земле, это нулевой меридиан. И именно ее появление в эпоху христианства, то есть это 30-е годы, когда появился тот самый Христос, и когда в 34-м году XX века его распяли, это появление нулевого меридиана. И этот нулевой меридиан, сегодня проходящий и тогда уже установленный, он был установлен в 1894 году, впервые установлен на земле, он давал эту власть как западному полушарию, так и восточному. От него, от меридиана нового, проходила та самая связь между тем миром с западным миром и восточным миром этим миром, и от него шли полномочия на новую власть. И он стал этот меридиан, он стал этот меридиан. Меридиан, кстати, чтобы вы понимали, меридиан – это буквально Дева Мария. Это и есть та самая Маргарита, просто эти слова перекликаются, они даны на разных языках. В одном языке меридиан – Дева Мария, на другом языке Маргарита – щель в земле. Это все нулевой меридиан, и он является сегодня царицей в этом мире. Вокруг него, вокруг Земли, все вращение всех людей живых и мертвых происходит, всех людей живых и мертвых происходит, и это был тот самый бал у Велеса. Не у Сатаны, а у Велеса. Сатана – это другой персонаж, это девушка, которая рождается у Земли каждую весну и каждую осень умирает. Это совершенно другой персонаж. К этому произведению Михаила Булгакова отношений никакого не имеет. Если кто хочет о Сатане подробно узнать, посмотрите в Википедию, наберите «Сатана». Это девушка в нардском эпосе, о ней очень много хорошо и очень хорошо описано. Это совершенно не чудовище. Так вот, и все произведение Михаила Булгакова сводится к тому, что после того, как своими глазами он увидел революцию, которую сделали люди в России, и пришедшие из-за черты оседлости, как они поубивали больше 20 миллионов русских людей и людей из других народов, которые населяли нашу с вами родину к тому моменту, когда он своими глазами увидел гражданскую войну во всем ее чудовищном проявлении и увидел базу, на которой она построена. И когда он подвергся давлению голодом, скорее всего, я помню просто его биографии, моменты, давлению голодом со стороны победителей, то он показал всю эту ситуацию, что пришли новые, победили старых, пришел Христос, победил старых, это Велеса и Ягу, и эти все события дали новый мировой порядок, который стал базироваться вот на этой Маргарите, которая стала царицей мира. И дальше, дальше пошел только ее бесконечный бал, когда, минуя Гринвичский меридиан, пересекая Гринвичский меридиан, люди становятся к ней в очередь, как мертвые своими душами, так и живые своими телами, становятся в очередь к этой Маргарите, к щели мира, к нулевому меридиану, к Маргарите, к римлинке, к римлинке, за тем, чтобы она давала свои блага, свою благолепность проявляла по отношению к тем, кто ее просит о чем-то. Вот что зафиксировано подробно в романе Михаила Булгакова, и вот что должны были показать те, кто ставил это произведение, а не каких-то беса, не какого-то дьявола, которого на Руси и в мире до прихода персонажей из-за черты оседлости не существовало вообще. Дьявол, дьявол и все возможные бесы – это только книжный термин, только книжный термин. Он больше за пределы книги, известной вам как священное писание, он больше не выходит нигде. Ни в одном народе такого не было никогда. Никто никогда не поклонялся дьяволу, никто ему не прислуживал, и дьявол был порожден книгой, священной книгой, только в результате того, что сама книга была построена на декартовой системе координат, где одна черта – это положительный бог, а другая черта – это тот самый дьявол, отрицательный бог, который противостоит этому самому положительному богу. Двоичная дуальная система мира возникла из декартовой системы координат. Вот откуда появился тот самый дьявол. На Руси и в мире вообще до прихода религиозного мнения и менталитета никаких дьяволов не было, зла не было в принципе, в принципе не было зла. Люди творить его не умели, люди творили только добро, и творец – это тот, кто подает это добро. Вот вся система этой книги, этого романа. Я думаю, что вас даже заинтересует больше теперь и само произведение, я предлагаю его прочесть, это в великой книге, ну и, естественно, как вот жалкое подобие, очередное жалкое подобие пересказа вот этого великого произведения, очередным каким-то не очень понимающим сути произведения режиссерочкой, режиссерочкой. Можете посмотреть и фильм, чтобы сравнить два произведения – исходник и его фальшпанель. Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова